Девушки отдыхают Ужас проходили. Нужно было выживать, искать контакт с новым руководством города. В этот момент в городе проживало около 139 тысяч немецких граждан. А в это время в Подздаме на конференции Большой Тройки решали судьбу Восточной Пруссии. В новой комендатуре Кёнигсберга допрашивают последнего немецкого коменданта. Генерала Отто Ляша. Он закрывает последний этап Кёнигсберга. Первым комендантом нового города, нового Кёнигсберга, назначен генерал-майор Смирнов. Он открывает новый отсчет времени. Начиналось оно сурово. Голод, длительное пребывание в подвалах довели немецкое население до истощения. Начались эпидемии дизентерии, туберкулеза, тифа, которую носили в месяц до 5000 немцев. Чтобы выжить, надо было искать работу. Постепенно немцы получили возможность работать на восстановлении разрушенного хозяйства. 44 тысячи немецких граждан помогали восстанавливать целлюлозобумажные комбинаты в Кёнигсберге, Тильзите, Рогните, вагоностроительный завод, портовое хозяйство, судоверфи Шихау, где оказался недостроенный германский эсминец. С июня 46-го года началось переселение народов Советского Союза в Восточную Пруссию. Это стало окончательным знаком новой судьбы Пруссии, закладкой цикла на долгие годы. 4 июля указом Президиона Верховного Совета Советского Союза Кёнигсбергская область была переименована в Калининградскую. Приезжали с семьями, с родителями, детьми, стариками, получая жилье и хозяйство. До конца 46-го приехало более 200 тысяч переселенцев из России и Белоруссии. Как когда-то в 13 веке немецкие рыцари колонизировали Пруссию, теперь русские переселенцы осваивали древнюю землю Пруссии. Нашим дедам и отцам некогда было спорить. Нужно кормить страну, поднимать город из руин, создавать прочный тыл, ресурс, базу. Людям надо где-то жить. Стране нужны металл, дерево, бумага. Значит, строить производство, поднимать заводы, целлюлозно-бумажные комбинаты. Эти годы запомнятся упорным трудом, трудными победами, созидательным, мощным движением вперед. Стране все больше требуется лес, строить, развивать химическую, деревообрабатывающую промышленность. Получив незамерзающий порт, страна превратила его в морские ворота на западе Балтики. В Баренцево море, в Атлантику, к исландским берегам уходят первые экспедиции за селью. Залив Куришихав. Сюда приезжают переселенцы, опытные рыболовы с черного, белого морей, промыслов Каспия и Азова. Наконец, рыба и рыбные продукты становятся доступными. И так будет продолжаться до самого развала Советского Союза. В Тихие и Индийские океаны на промысел китов уходит мощная китобойная флотилия Юрий Долгорукий. В 80-е годы окончательно сложился неповторимый образ региона, как край моряков-рыбаков, трансатлантический мост к акваториям и портам всего мира, рыболовецким зонам трех океанов по обе стороны экватора. Также самая западная военно-морская база Советского Союза. Я пришел к такому выводу, что, посмотрев ваш фильм, что у нас первые серии переплетены причудливо, пока еще не сплавлены в одну нить, три вида идентичности. Это региональная идентичность, это российская и это европейская. И в нашей истории нет никакой фальши, там нет никакого силикона. Здесь произошла органическая сплавка и наследие Менулаканта, то есть досоветский этап развития области. И советский период развития региона с его переселенцами, которые пытались по-своему преобразить этот трофей, добытый народами Советского Союза по итогам страшной войны. И постсоветское развитие Калининградской области. И наша история, история нашего региона, она не менее богата, чем история северной столицы, чем история Москвы, чем история любого другого российского города. Поздравляю вас с днем военно-морского флота. Этот праздник особо отмечается на берегах Балтки. Ведь многие славные традиции нашего флота связаны именно с моряками-балтийцами. Их мужество когда-то позволило Петру Первому добиться успехов уже в начале Северной войны. В честь чего была выпущена специальная медаль «Незбываемая бывает». А знаменитые победы при Гангуте, Эзеле, Грингаме принесли России статус полноправной морской державы. В Первую мировую войну моряки-балтийцы не дали противнику прорваться в Финский залив, решительно действуя не только на море, но и на суше. И совершенно особенное место в истории флота занимают сражения на подступах к Ленинграду. Его героическая оборона во время Великой Отечественной войны. Смелость и находчивость наших моряков в тот период стали, по сути, легендарными. Морская служба всегда требовала самой серьезной подготовки, выносливости, глубоких и разносторонних знаний. Недаром многие географические открытия и технические изобретения были сделаны морскими офицерами. Нынешнее поколение моряков-балтийцев продолжает дело своих предшественников. Сегодня наши вооруженные силы приобретают новый облик. И именно Балтийский флот является основной учебной базой для военно-морских сил России. Здесь активно осваивают современную технику и вооружение. Почти два с половиной столетия Балтийский флот решает стратегические задачи и за пределами региона базирования. Вы выполняете миссию по борьбе с веранством у берегов Сомали. Вы регулярно участвуете в международных учениях и маневрах. Военно-морское присутствие России в Мировом океане укрепило авторитет нашей страны как великой морской державы и подтвердило высокую боеспособность ее военно-морского флота. И то, что сегодня главная база Балтийского флота находится в самом западном городе страны, еще раз подчеркивает его роль в обеспечении глобальной стабильности.